Начиная с совещания, глава района Андрей Иванов напомнил, что в июне текущего года уже проходила встреча с бизнес-сообществом. На ней всем желающим предпринимателям предложили подать заявки на получение льгот по аренде муниципальных помещений. Чуть ранее было принято постановление, которое регламентировало перечень видов деятельности, отнесенных к социально значимым. Далее по решению районного совета депутатов было внесено изменение в существующее положение об аренде муниципального имущества. Этим решением как раз и установилась скидка в 50%. В ходе работы нашей комиссии предварительного изучения документов мы четко выявили те направления тех предпринимателей, которые подавали заявки. Это притмахерские, это отелье, магазины, детское питание, аптека, медицинский центр, сервисы по ремонту мебели, ремонту обуви и продовольственные магазины. В ходе совещания рассмотрели заявления субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых относится к социально значимой. Среди претендующих на льготы медицинский центр «Экомед», аптека «Нектар Рос», магазин «Антошка» индивидуального предпринимателя «Ильина», парикмахерское кардио, отелье и ремонт обуви «Данди», а также ряд других. На сегодняшний день в комиссию поступило 14 заявок. Наш бизнес, он социально ориентированный, мы занимаемся медицинской деятельностью и оказываем услуги по проведению медицинской реабилитации пенсионерам, инвалидам, детям-инвалидам тоже. С 2012 года мы работаем в системе обязательного медицинского страхования и с февраля этого года у нас открыто детское отделение. Мы оказываем парикмахерские услуги населению. 26 мая на дне предпринимателей губернатора Андрей Воробьев сказал, что будет поддержка малому предпринимательству, можно подавать заявки. И если наше предприятие укладывается в определенные критерии, то нам предоставится скидка 50%. Я подала заявку, и вот мне позвонили, сказали, что наше предприятие подходит под данные критерии и будет предоставлена скидка 50%. Я очень благодарна губернатору и главе Одинцовского района Андрею Робертовичу, потому что это огромная помощь в настоящих условиях. То есть это даст нам возможность дальше развиваться и не прекращать свою деятельность. Если брать поселение, то это Одинцово, Голицыно, Новоивановское, Барвихо, Лесной городок, Никольское и Корское. Все эти предприниматели осуществляют деятельность на территории Одинцовского муниципального района и арендуют муниципальные нежилые помещения. Глава района удивился, что не все поселения подали заявки на получение льгот и попросил местные власти оповестить всех предпринимателей малого и среднего бизнеса, подпадающих под губернаторскую программу. Для меня это прежде всего сигнал о том, что главы поселений и руководители местных администраций не провели до сегодняшнего дня достаточно работы для того, чтобы была максимальная информированность средней от бизнеса сообщества. И о том, что существует и появилась такая возможность получать муниципальное помещение с такой значительной ступенью под социальных объектом. Как отметил глава, после общения с предпринимателями стало понятно, очень многие из них могут рассчитывать на льготу по всем критериям, кроме одного – размеру помещения. По правилам, максимальная занимаемая площадь не должна превышать 100 квадратных метров. Однако на прошлой неделе было принято волевое решение увеличить этот максимум до 250 квадратных метров. Это позволит увеличить поток желающих.